В последнее время законодательные нормы были очень обсуждаемой темой в крупных финансовых центрах, так как они оказывают влияние на сферу Форекса и CFD. А что же Швейцария? Там произошло то, что не стало частью дискуссии ранее, но эту тему начали обсуждать сейчас. Поговорим, почему это так уникально. Сейчас все активно обсуждают новое законодательство. Это обсуждение началось некоторое время назад, но в течение последнего года, полутора лет, многие страны начали применять новые законодательные нормы, но это не оказало влияния на Швейцарию, тихую, хорошо организованную страну с длительной историей качественных законов. Кажется, Швейцария – это яхта с высокой и прямой мачтой. Никто не говорит об этом, но при этом здесь работают высококачественные компании. Это очень интересный момент. Спасибо за ваше вступительное слово. Я согласен с вами. Лодка Швейцарии всегда безопасно бороздит морские просторы. И мы также планируем безопасно преодолеть все волнения в сфере законодательства. У нас есть собственный подход к законодательным нормам. Одна из характерных особенностей заключается в том, что в Швейцарии все учреждения, которые предоставляют услуги в сфере Форекса, должны иметь статус банков. Да, это правда. Это не уникальное правило, но оно применяется довольно редко в мире. Это действительно редкость. Кажется, тоже требования действуют в Дании. Мне в голову не приходит другая страна с похожими законами, так что это довольно редкое требование. В целом, это непростое требование. В Швейцарии действуют довольно высокие стандарты. Но в то же самое время, на мой взгляд, мы предлагаем больше гибкости, чем другие страны. Швейцарское законодательство основывается на определенных принципах и не особенно вдается в детали. Это очень интересный момент. Многие законодательные нормы, особенно в крупных странах или регионах, таких как Северная Америка, Британия, Австралия и Сингапур, ассоциируются со сферой высокотехнологичных финансовых услуг. И потому они очень детализированы, и, соответственно, в них очень много спорных моментов. Потому в этих странах очень много исков и сложностей, связанных с законами. В Америке можно часто встретить иски против таких компаний. Но в Швейцарии нет ничего подобного. У нас немного другой принцип функционирования этой системы. Мне кажется, в США система кардинально отличается от швейцарской. В Швейцарии мы предпочитаем решать все спорные моменты в порядке мирового соглашения. Дела нечасто доходят до противостояния в суде. И, на мой взгляд, компании в Швейцарии сами предпочитают джентльменские соглашения и мировые соглашения. И, возвращаясь к законодательным нормам, я хочу добавить, что отличительная черта швейцарских законов заключается в том, что они указывают общее направление и дают определённые ориентиры. Например, каждая компания должна эффективно управлять рисками, работать, руководствуясь принципом целостности, и защищать интересы своих клиентов. Кроме того, компания должна работать ответственно. После того, как компания выполнила все эти цели, она располагает свободой действий. Таким образом, в Швейцарии действует система, которая предлагает пространство для инноваций и гибкость, которая позволяет найти наилучший подход, который будет максимально подходить под бизнес-модель определённой компании и конкретную ситуацию. Система в Швейцарии предоставляет свободу как компаниям и посредникам, так и клиентам. Очень интересно. Наверное, компании очень тесно взаимодействуют со швейцарской службой по надзору за финансовыми рынками. Это швейцарский регулятор. Подход в Швейцарии отличается от подхода других стран, где регулятор не понимает, как работает эта сфера, затем создаёт определённые законы, и компании вынуждены подгонять свой бизнес под них. В итоге это не приносит выгоду никому. В Швейцарии же более открытая модель. Компании строят свою бизнес-модель вокруг существующих законов, и для того, чтобы создать такую систему, требуется значительное взаимодействие компаний и регулятора. Конечно, для этого требуется взаимодействие компаний и регулятора. И не могу сказать, что в Швейцарии компании взаимодействуют с регулятором чаще, чем в других странах. Всё дело в типичном швейцарском подходе. Швейцарский менталитет предполагает умеренность и баланс. Мы не любим излишеств. Мы стремимся к балансу между интересами компаний и интересами клиентов. Мы считаем, что люди старшего возраста могут отвечать за свои поступки, и мы ожидаем, что финансовые учреждения будут действовать ответственно, справедливо и прозрачно по отношению к рискам. Но затем наступает момент частной сделки между клиентом и компанией, и регулятор не будет слишком сильно вмешиваться до тех пор, пока система работает эффективно. Мы поговорим об этом в одной из следующих программ. Но, на мой взгляд, для того, чтобы такая система работала так же хорошо, как в Швейцарии, необходимо, чтобы в стране проживало очень образованное население и работали очень качественные компании, которые хотят всё сделать правильно. Давайте для примера возьмём четыре компании, которые занимаются внебиржевой торговлей в Швейцарии. Это всё банки. Одна из компаний – это швейцарский банк, который является подразделением британской компании. Другой банк – это подразделение датской компании. И ещё две – исключительно швейцарской компании. Ментальность этих компаний ориентирована на высококачественные технологии и эффективную торговую среду и так далее. Всё это элементы швейцарского подхода. Таким образом, только швейцарские компании могут работать под куполом швейцарского банкинга. Но в то же самое время Швейцария открыта для иностранных компаний. Для иностранных фирм не составит большого труда продать свои продукты и в Швейцарии. Но если говорить о швейцарских компаниях, то мы, конечно, сразу имеем в виду традицию швейцарского подхода к работе, который означает честность и ответственность за свою репутацию и стремление защитить её. Швейцарские компании чувствуют ответственность за сохранение ценности своего бренда. Швейцарская служба по надзору за финансовыми рынками возлагает на нас такую ответственность. Мы отвечаем за сохранение репутации всей страны. Я бы очень хотел обсудить с вами тему защиты собственного бренда в одной из следующих программ. Спасибо, что пришли к нам в студию. Спасибо за приглашение, Эндрю. У нас в гостях был Лорен Белье, директор по управлению рисками Дукаскопи Банка. Рад был видеть вас. Взаимно. С вами был Эндрю Сакс Маклеуд, генеральный директор FinanceFeeds. Вы смотрели Дукаскопи ТВ. Благодарю за внимание.